Всем привет! В этом видео я хотела бы показать вам, как я провожу свой день. Сейчас мы с вами сходим в магазин Italia Vox. У нас такой парк находится, я иду по парку. Такой вот парк. И постараюсь в магазине немножко снять вам то, что я хочу выбирать. Хочу посмотреть себе короткие шорты и посмотреть на море купальник. Я сегодня в коротких шортах, в своей неоновой футболочке. И... Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели поделиться, чтобы вы замыслили. Мне спасибо. Предлагают вечно свои религиозные взгляды. Вот так вот я выгляжу. Обычный колосок заплела. И мы уже подходим с вами к магазину. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Надеюсь, вам будет интересно. Вон уже виднеется вывеска Italia Vox. Находится он в таком вот красивом доме. И вот такой вот магазин. Вот. Сейчас мы будем спускаться в сам магазин. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Купила себе кошелёчек. Не могла я уйти с пустыми руками из Италия Вокс, поэтому пришлось, захотела купить хотя бы кошелёчек. Вот. Мерила джинсы, но все оказались велики, с 28 размера остались. Поэтому, к сожалению, джинсы мне не подошли. Вот. В магазине не снимала, потому что, не знаю, стеснялась, что ли, как будут смотреть. Так. Я уже вернулась домой. Зашла в магазин Ева. Заходила я туда специально, чтобы купить тени Color Tattoo от Maybelline в цироковом оттенке. И, как мне повезло, остался последний этот оттеночек. И находился он не на витрине, что удивительно, а в шухляде, то есть внизу, для того, чтобы выставлять там запасные стояли. Хотя на витрине его не было. Потому что, поэтому мне повезло. Вот. Еще я купила в Еве вот такую вот чашечку. Она идет в такой коробочке симпатичной. То есть на подарочек можно, символический подарок кому-то знакомому можно подарить. Стоила эта чашка всего 10 гривен. Она шла с такой вот керамической ложечкой. Вот. И сама чашка идет такая продолговатая. Коробочка уже порвалась. Вот такая вот чашечка. Она тоже идет такая керамическая, как глиняная, как будто. Такая вот на уровне ладошки. То есть очень-очень такая большая, можно сказать. И ложечка. Вот, ложится вот так вот. Такой наборчик классный. Там много расцветок разных. И, мне кажется, на подарок за 10 гривен чашку я решила взять. Ну, эту я взяла себе. Почему бы не взять за такие деньги? Дальше. Вот такие вот 4 покупочки. Сейчас я вам расскажу, что же я купила. Набрела я на стенд Maybelline, так как хотела тенюшки. И вот как мне повезло. Девушка сказала, что сегодня последний день акции на все стенды. То есть L'Oreal, Maybelline, Bourjois, там Color Me и все остальное. Сегодня последний день акции. На второй продукт 50% скидка. При условии, чтобы второй продукт будет немножко дешевле. Или вообще дешевле, чем первый. Тот, который вы покупаете. Так как я шла за тенями, я по-любому что-то покупала. Поэтому мне повезло. И я выбрала второй продукт. Итак, первое, что я купила, это были тени. Color Tattoo. 40-ый оттеночек. Очень я рада, что он оказался в наличии. Так как на витрине его не было. Думаю, о них рассказывать долго не надо. Еще не пробовала, только зашла домой. Попробую оформить ими брови. Посмотрим, что мне кажется он светловатый. Но у девочек на фотографиях он казался темно-темно-коричневым. Поэтому попробую обязательно. И расскажу вам. Следующие по акции. Получается, они мне обошлись в 20 гривен. Они там 38 или 39 гривен стоили. И они у меня получились 50% скидкой. Потому что я взяла помаду чуть подороже, чем тени. Помаду я взяла тоже от Maybelline. В общем, не буду зацикливаться. Оттеночек 742. Видно такой вот нюдовый оттенок. Очень красивая помада. На руке я тестер пробовала. Она очень мягкая. Написано экстра увлажняющая. Безумно красивый оттенок. Тоже все в наличии было. Поэтому выбрать было из чего. Вот. Я шла за тенями. Поэтому не хотела дорогие помады брать от Maybelline. 715-ю я посмотрела. Она оказалась перламутровая. Очень прям такая вот. Не знаю. Я думала она матовая. Такая нюдовая. Но на самом деле она оказалась очень-очень блестящей. Вот такие вот два продукта от Maybelline. Обошлись мне, по-моему, в 70 гривен. 40 гривен стоило. 60 даже гривен обошлось. Вот все. Следующие две покупочки. Тоже акция была. Девушка сказала, что очень выгодная акция сейчас действует. Шерел. Париж. Вот такая вот французская косметика, по-моему. Да, Милан написано. Там была акция. При покупке одного блеска, второй вы получаете в подарок. Блеск стоил 60 гривен. 59,99. Поэтому оттеночки там были очень хорошие. Поэтому я взяла вот таких вот два блеска. Всего за 60 гривен. Первый блеск я выбрала вот этот вот, потому что он матовый. И он такого вот красивого оттенка. Кораллово-розовый. Такой бледноватый красивый оттенок. Номер у него 118. Очень красивый. Я пробовала на руке. Мне очень понравилось. На лето самое то. Он матовый, он очень густой, нелипкий. И я довольна. И в подарок я выбрала вот такой вот яркий цвет. Это оттеночек 113. Вот 113. Он идет такой вот с мелкими блестками, переливающийся. Если этот блеск идет как жидкая помада, он густой и плотный, то вот этот вот идет. Он дает такой вот как липтейнт. Он дает такой красноватый оттеночек губам. И такой перламутр блеск дает на губах. Очень мне понравилось. На лето самое то. Можно даже на любой карандаш нанести его и будет очень хорошо. Вот такие вот два блеска. Очень довольна этой акцией. То есть за 56 гривен получилось мне два блеска. И последнее, что я купила в Италия Vox, это был кошелечек. Вот такой вот кошелек. Ярко-ярко-голубого цвета. Он идет вот такой вот. Я искала маленький кошелек. И при том в Италии Vox была там акция на вот эти вот кошельки, которые остались по одному. Их распродавали, по-моему, 70% скидкой. Или там, я не знаю. Стоил он 170 гривен. А купила я его за 39. То есть посчитайте, сколько это. 169 он стоил, я за 39 купила. То есть там около, почти 100% скидка. Вот. Мне очень понравился, так как я сейчас ношу маленькие сумочки. Мне очень понравился то, что он маленький, компактный. И такой вот красивого цвета. Я люблю синий цвет. Давайте же я покажу, как он выглядит внутри. Вот такой вот. Здесь кармашек идет. Он идет на кнопочке. Кнопочка хорошая, такая вот, плотная. Здесь идет тоже отделение для карточек. Здесь три отделения тоже для карточек. И вот здесь вот разворачивается. Можно положить проездной или там фотографию любимого человека. Хотя я никогда не ложу в паспорт фотографии. Вот так вот он. И основное отделение такое вот большое. Здесь у меня остатки денег после шоппинга. Вот такое вот отделение. И есть еще отдельный на замочке отдел для мелочи. Вот так вот он выглядит. Очень классный. Здесь он такой вот по размеру. Даже телефон сюда спокойно влезет. Можно его взять и больше ничего не нужно. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Решила поделиться с вами во влоге покупками. Так как покупок немного. И решила не делать отдельное видео. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Всем пока. Пока.